Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 17. Нам нужно назвать порядок действий и установить числить пункт А. Давайте перепишем пример и разберемся с порядком действий. Выражение у нас не содержит никаких скобок, поэтому сначала у нас будет выполняться деление, а потом вычитание. Почему сначала деление? Потому что деление и умножение у нас относятся к действиям второго порядка, а вычитание и сложение к действиям первого порядка. Действие второго порядка выполняется всегда в первую очередь, если не содержит выражение у нас никаких скобок. Поэтому сначала деление, а потом вычитание. 120 делить на 2 будет 60. В итоге мы получаем 1260 минус 60, а это будет 1200. Дальше пункт В. 5 тысяч 3 минус 7 умножить на 300 минус 300. Это выражение, в отличие от предыдущего, содержит в скобке. Если выражение содержит скобки, то сначала выполняются действия в скобках. Поэтому первое действие первой скобки, второе действие во второй скобке. И дальше у нас будет выполняться умножение. Давайте сначала посмотрим на вторую скобку. 300 минус 300. Это будет 0. Любое число, какое бы у нас тут в первой скобке не получилось число, а умножить на 0 будет 0. То есть первое действие мы можем даже не делать. Поэтому наш ответ будет 0. Под пунктом В решим 500 минус 100 плюс 200 деленное на 301 минус 305. Выражение у нас содержит скобки, поэтому сначала все действия в скобках у нас выполняются. Давайте первое действие. Перейдем к первой скобке, то есть первое действие во второй скобке, выполним и перейдем к первой скобке. Здесь у нас скобка содержит вычитание и сложение. Вычитание и сложение относятся к действиям одной и той же ступени, поэтому они выполняются в порядке следования. То есть начало вычитания, потом сложение, но в последнюю очередь уже у нас будет выполняться деление. 301 минус 300 у нас будет 1. То есть здесь у нас получилось 1. 500 минус 100 будет 400, плюс 200 будет 600. То есть во второй скобке мы получили 600. 600 разделить на 1 будет 600. И пункт Г – 20 умножить на 10 и деленное на 2. Умножение и деление тоже относятся к действиям одной и той же ступени, поэтому если не содержит выражение каких-то дополнительных скобок, то все у нас выполняется в порядке следования. Сначала умножение, потом деление. 20 умножить на 10 будет 200, и делить на 2 будет 100. В пункте Г мы получили 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания – подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.